Что, рачишка, ютуб платить перестал, да? Кап, ну я тебе уже говорил, блин, деньги нужны. Сам знаешь, варфейс хочу вернуться, а как бы, ну, хорошо, когда начинаешь уже с донатиком, я считаю правильно. Ладно, не ссы, братуха, будет тебе пуха. Посылки проходишь, все нужное находишь, ставку растишь и раков все гнешь. Ну а дальше, братишка, ты сам все поймешь. Оу май, работа подождет. Ну что, ебутинки, апом штурма доволен? Нет, капитан Очевидность, я вообще-то не это имел ввиду. Приветствую вас, леди и джентльмены, другие подруги, с вами Рокутагин и капитан Очевидность. А лоттим не перестают удивлять, им буй вели опять. Новая штурмовая винтовка KAC PDW. Она же как ПДВ, она же КАС и она же КАЦ. Ультимативное оружие, о котором, честно говоря, ну никто, по-моему, просто не мог помышлять. Более того, я вам скажу, что такого никто игре не желал. Погоди, как это не ожидал? Ты же сам просил апнуть штурма. Да, капитан Очевидность, я просил апнуть штурма, а не сделать из него второго инженера. Ну или самым разумным, друзья, согласитесь, было бы воспользоваться моим советом и просто объединить эти два класса в один. Гениально. Но разработчики поступили, странно, они, знаете, второй раз в истории Варфейса вводят имбу, по сути, больше подходящую инженеру, нежели штурмовику. Да, вы правильно меня поняли. КАЦ, это вторая беретка. На 102% это вторая беретка. Ещё не так давно разработчики говорили, что вот, ну нельзя АК-12 давать там темп и другим штурмовым винтовкам, ну больше 620-630, это нарушит баланс игры. Но появились алодосы и сказали, говно вопрос, найти вам темп 720. 720, сука. Мой мир не будет прежним. Ждём введения болтовки с темпом 120. А лодосы сразу говорю, это шутка, это не намёк, это не просьба, не надо. Я не понимаю, братан, ну что тебя не устраивает? Капитан Очевидность, да меня всё не устраивает, если честно. Начнём с маленьких косметических придирок. Пушка откровенно страшная. Такое ощущение, что модельку вырезали из какого-нибудь первого фаркрая или шутеров образца, ну где-то там середины нулевых. Какая-то маленькая, сука, неубедительная, корявая, не вызывающая вообще никакого, сказать, визуального наслаждения. Это только полбеды. Отдача рандомная. Реально, отдача у этой пушки, ты играешь вот и не чувствуешь, что это штурмовая винтовка. Понимаете? Она скорее вот напоминает вереск. Ой, вереск, опять путаю, извините. Витязь, Витязь, конечно же Витязь. У Витязя отличная отдача для пистолет-пулемёта, для укороченной штурмовой винтовки, грубо говоря, для оружия инженера. Вполне годная, на дистанциях инженера, вполне нормальная, приятная, классная отдача. КАЦ славится тем же, отдача очень слабая и тоже такая, знаете, вся в разлёте. Но из-за этого абсолютно не ощущается вот именно штурмовой геймплей. Это не штурмовая винтовка. Это не самое приятное, кстати, по стрельбе, по управлению, по визуалу ППХа. Да, именно так, это по сути оружие инженера, причём, знаете, такое вот, ну не бестовое, не прям такое, с которым хочется играть. Калявая, страшноватая, отдача неприятная, хоть и не сильная. И всё это забахали штурму. ПТХ, конечно, здесь, ну, просто космический, да и множители просто охренеть. Минимальный урод 60, ребята. В ахуе просто. И к вопросу, а что меня не устраивает. Дорогие разработчики, ну ведь ютуберы вам намекали, я вот делал видосы уже не один раз про штурмовика. Я же говорил, всё, что нужно сделать, это взять ТТХ 12-го калаша 12-го, с его точной, мягкой, практически отсутствующей отдачей, приятной, всё-таки, там чувствуется, что, да, безотдачная практически, но это штурмовая винтовка, пулька в пульку летит, высочайшая точность, прямо, знаете, как хирургическим скальпелем можно работать. И не меняя там ничего, ни множители, ни урон, ни отдачу, просто бухнуть туда, с темп стрельбы, ну, 670-680. Всё, это фотолог, больше ничего делать не надо, и штурмовик уже встал с колен, и на своих дистанциях он уже рвёт инженеров и медиков, и снайперам тоже достанется, и он вновь тот самый-самый универсальный боец в артфейс. Но делать пистолет-пулемёт некрасивый, с корявой отдачей, но при этом всё это покрыть просто какими-то космическими ТТХ, это, сука, странная логика. Ладно, это всё вкусовщина и лирика, давай по делу, крутить её стоит эту пушку? Ну, капитан, очевидно, если вот так вот чисто прямо руководствоваться, только нагибать, не нагибать, да, ну, конечно, стоит, извините меня. Досадно, конечно, будет некоторым, ну, практически всем штурмовикам, которые крутили до нас. Ибо после того, как ручонки привыкнут к этой новой пушке, нет никакой необходимости в М4-1, Кастом, АК-15, АК-12, Хова-Тайв там и так далее. Всё это от Сусанто Камарадо. И если вы выйдете со всеми этими пушками, даже на своей, даже какой-нибудь такой прилично большой штурмовой дистанции против Каца, то просто готовьте свои нидер-гланды по Пингаген. Нагиб неизбежен, да. В общем, а лонусы просто одним обновлением одной пушкой весь донат штурмовика нахрен отрезали. Теперь либо ты штурмовик с Каца, либо ты штурмовик под Каца. Так и третьего не дано. И при всём при этом, хотя это вторая беретка, и наступили времена второй беретки, я играть с ней не хочу. Я не буду эту пушку выбивать, серьёзно. Причина банальна, причина проста. Та же самая, какая у меня была в своё время с береткой, хотя беретку я когда-то выбил. И причина эта называется «не хочу». Я не отговариваю вас, да, если вы штурмовик, для вас это всё. Это новая эра, это новый, скажем так, новый стандарт, новая мета, причём мета абсолютная. Понимаете, тут разница не такая, как между М4А1 и АК12. Тут просто космическая разница. Но играть с этой пушкой, ну никакого удовольствия, кроме конечного результата вот этого, нагиба нет. А ведь кайф игры, он не только в том, чтобы прям нагибать, понимаете. Кайф, чтобы получать удовольствие от самого геймплея, от процесса стрельбы, от перезарядочки, от звука, от всего. И Кац лишён всего абсолютно этого. Это, понимаете, такая вот деревянная заготовка, даже не оружие. Такая, знаете, прямо вот заготовка такая, уродская такая, прямо вот страшная, сука, неприятная такая во всём. Но просто извините меня, она стреляет какими-то патронами, не как все нормальные пушки, а она стреляет там тридцаткой. И тут становится понятно, что как бы, ну ещё и без отдачи, что как бы, ну а какой смысл играть с калашом или с чем-то, если у тебя пушка просто на уровне, не знаю, атомного оружия. Резона нет. В общем, друзья, честно говорю, пушкой я недоволен. Я не этого ждал для апа штурмовика. Я ждал классной штурмовой винтовки, просто с повышенным темпом, с отличными множителями, с приятным звуком, перезарядкой, точной стрельбой в точку. Но ни что-то сверхъестественное, ни темп за 700. А получили мы Кац. Регит таков. Если вы штурмовик, у вас выбора нет. Либо больше не играть штурмовиков, либо крутить Кац, однозначно. Особенно на РМах, ну просто, ну просто шансов никаких, честно. Будем честны, положа руку на сердце. Люди, которые говорят, я беру первую лигу с Сашей Грей, молодцы, пацаны, удачи вам. Я вообще не против, играйте дальше. Опускаемся на землю, и вот, братан, лично ты, тот, который смотрит в камеру, поверь мне, либо Кац, либо не Кац, ну всё, других вариантов нет. Я могу как-то ещё прокомментировать, и это там, пожалуй... Я не знаю просто, что мне сказать. Это случай, когда я в ступоре до сих пор. 720, сука, темпа стрельбы. ВПХ, полноценная даже не беретка у штурмовика. Зачем мы живём на этом свете?